Этот выпуск самая полезная из всего, что мы когда-либо делали. Я серьезно. Настал момент, когда наши экологические наработки, лайфхаки будут спасать не только планету, но и нас с вами. Потом, как экономить деньги и не терять при этом в качестве жизни. Да еще и помогать экологии. Цитирую одного известного политолога. Годы демонстративного потребления прошли. Нужно беречь все, что у нас есть. От отношений с людьми до вещей. Сколько раз мы произносили и слышали фразу «разумное потребление». Сейчас она приобретает особенный, глубокий, важный смысл. Сейчас нам всем предстоит пережить серьезную перестройку приоритетов и изменение источников радости с потребления на ценности поважнее. Ходи в магазин ногами. Не пользуйся сервисами быстрой доставки продуктов. Это точно снизит твои расходы на продукты. Потому что, во-первых, там все дороже и ты плачешь за доставку. А во-вторых, там просто превосходно работают инструменты мерчендайзинга. Тратится куча денег, чтобы отследить, куда ты кликаешь, на какие товары ты больше смотришь. В общем, все это сделано так, чтобы ты максимально много купил и накупил себе лишнего. В оффлайн-магазинах мерчендайзинг тоже работает, но в приложениях это невероятный уровень манипуляций. Так что не ведись на эти маркетинговые уловочки. Очень простой, но очень действенный совет. Ходи в магазин со списком и сытый. Психологи утверждают, что голодный человек в магазине теряет самоконтроль. Подтверждаю. Если я прихожу голодный в магазин, то мне хочется купить там все, абсолютно все. И очень легко набрать больше, чем нужно. В итоге часть продуктов могут быть куплены сразу на выброс. Еще вариант пользоваться только наличкой и брать с собой в магазин столько, сколько хочешь потратить. Но тогда карту нужно оставлять дома. Покупай продукты большими объемами. Это и экономично, и экологично. Потому что упаковки от 5 килограммов порошка останется меньше, чем от 5 упаковок по килограмму. А он тебе все равно пригодится. Вообще не очевидный совет. Используй свой браузер в режиме инкогнито или частный доступ. Тогда тебя не будет одолевать реклама, которая настроена чисто на тебя. Если таргет настроен на тебя, то тебе точно захочется купить эти кроссовки, про которые ты недавно читал и знаешь, насколько они прекрасны. А по факту они тебе могут быть совсем не нужны. Так что не ведись на этот маркетинг тоже. Разумное потребление. От чего еще одноразового можно отказаться? От любых продуктов в одноразовой упаковке. Например, от этих подложек, замотанных в пленку. Когда ты берешь готовые упаковки с едой, уже отмеренные, взвешенные, неважно что это, овощи, фрукты, чай, кофе, то ты не можешь взять себе ровно столько, сколько нужно лично тебе. Поэтому с покупкой еды на развес ты можешь экономить до 30% денег, которые ты обычно тратишь на продукты. Плюс стоимость упаковки всегда включена в общую стоимость продукта. Двигаемся дальше. Ешь в кафе быстрого питания по вечерам со скидкой. В вечерние часы, там часов 8-9, начинаются скидки до 20%. То есть каждый пятый ужин может быть бесплатно. В некоторых таких кафе под закрытие даже бесплатно раздают еду нуждающимся или многодетным семьям. Информацию об этом в открытых источниках я не нашел, но я неоднократно сам лично видел, как это происходит. Так что присмотрись к таким кафе. Займись фудшерингом. Ну, то есть делись едой. Пищевые отходы на полигонах, когда разлагаются, выделяют метан. Это парниковый газ, который гораздо сильнее, чем углекислый. Плюс потраченные ресурсы на еду, на ее выращивание, на ее приготовление уже не вернуть. Поэтому выкидывать ее это глупая роскошь, которую мы себе позволить не можем. Если точно знаешь, что в холодильнике что-то стоит, что ты не успеешь съесть, позови друзей на ужин. Общение с друзьями сейчас никому не повредит и друзья потом с тобой чем-нибудь тоже поделятся. Вот так дружно, весело и экономно. Еще очень важно делиться едой с теми, кто ее реально вообще сейчас не может купить. Самые уязвимые слои населения в такие моменты, как сейчас, в кризисе, становятся еще более уязвимы и страдают в первую очередь. А помощь другим это лучшая терапия в стрессовой ситуации. Используй морозилку. Чтобы не выбрасывать еду, почти все можно заморозить, разморозить и съесть. И причем это происходит без потери качества продукта и его питательности. Единственное, зачем нужно внимательно следить, это заморозить продукт до того, как он начнет портиться. Например, если сваренные макароны заморозить, потом вытащить и просто отдать кипятком, они будут как только что сваренные. А хлеб можно нарезать кусочками, тоже заморозить, потом вытащить и сразу обжаривать с двух сторон на сковородке. И хранение в холодильнике. Храни все при 4 градусах Цельсия, а овощи и фрукты обязательно цельными и без пластиковой упаковки. Почему так? Это результат целого исследования. Оно длилось полтора года. Ученые исследовали 5 самых часто выбрасываемых продуктов. Яблоки, бананы, огурцы, картофель, брокколи. Они хранили их в упаковке, без упаковки, с разными температурными режимами и выяснили, что правильное хранение может увеличить срок жизни продукта от двух недель до пары месяцев. Так что еще раз повторю, настраивай холодильник на 4 градуса Цельсия. Такие настройки есть даже в самых старых моделях, так что сделай это. И овощи и фрукты обязательно храни цельными и без упаковки. Например, многие яблоки вообще не складывают в холодильник. И очень зря, потому что в холодильнике они хранятся на 10 недель дольше. Совет для людей с посудомойкой. Разрезай таблетки для посудомойки пополам. Они стоят дорого, от 600 до 3000 рублей, а эффект мытья с половинкой абсолютно такой же. Если у тебя еще нет посудомоечной машины и у тебя есть возможность ее купить, обязательно поставь, потому что она экономит воду и, соответственно, деньги за воду ты тоже сэкономишь. Ставь лайк этому видео.